Первый ролик про биомашин довольно быстро собрал 5000 просмотров, а это значит, что, как я и обещал, мы сделаем второе видео с разбором на другой его ролик. Потому что в последнее время интерес к ролику биомашин про то, как нужно и не нужно отжиматься на брусьях, уделено повышенное внимание, в том числе благодаря мастеру Шреддеру, который сделал разоблачающее видео на этот ролик. И я честно скажу, что я пытался смотреть ролик Шреддера, я ожидал, что там будет критика, я ожидал, что критика будет по существу, но в итоге весь его ролик сводится примерно к аргументации уровня, что он, допустим, является курильщиком, он уже курит 20 лет и у него рака нет. И у него есть куча друзей, которые тоже кучу лет курят, и при этом рака у них нет. И из этого он делает вывод, что, видимо, курение рак не вызывает. Вот такого уровня аргументации я встретил в видео Шреддера, когда я его мельком просматривал, и это, естественно, не серьезно. Это абсолютно не научно и не серьезно. У меня тоже очень много знакомых, среди них много людей, которые курят, и нет никого, кто умер бы от рака, что интересно. При этом у меня также много людей и знакомых, которые занимаются спортом, и среди них есть те, кто умерли от рака. И можно было бы, конечно, прийти к парадоксальному выводу, что занятия спортом вызывают рак, но, естественно, это не так. И этим и отличается научный подход от ненаучного. Собственный опыт, опыт друзей и знакомых, маленькой небольшой выборки не является достаточным основанием для каких-либо выводов. Наука оперирует совсем другими понятиями. Она оперирует огромными выборками, а в данном вопросе она также оперирует биохимией. Она оперирует взаимосвязью компонентов и канцерогенными и неканцерогенными факторами. Подтягивание на турнике – неканцерогенный фактор. Даже если люди, которые занимаются спортом, умирают от рака потом. А вот курение – это канцерогенный фактор. И те вещи, которые содержаются в табачных смолах, они являются канцерогенными. Это отдельная большая тема, которую сейчас не будем затрагивать. Просто я хочу сказать, что разочарование в мастере-шредере у меня было небольшое. И я, видимо, сделаю ролик с обзором на его видео тоже, чтобы разочароваться еще больше в том, что он говорит. Ну а сегодня мы будем смотреть «Биомашин» видео под названием «Отжимаешься на брусьях, хватит себя убивать». И, честно говоря, это довольно сильное, сильное название, сильное заявление. Хотя я тоже не являюсь фанатом «Отжимания на брусьях». И вы наверняка видели мой ролик, в котором я предупреждаю всех новичков, чтобы они держались как можно дальше от брусьях. Но в большей степени это касается именно начинающих. Я еще дальше буду комментировать по ходу ролика, рассказывать также свое мнение. Но давайте посмотрим, что говорит «Биомашин» сегодня. В прошлый раз он нам рассказывал про «Эктоморфов», сегодня он будет рассказывать нам про брусья. Смотрим! Парни, всем привет! Сегодня пару слов о таком снаряде, как брусья. Я думаю, советы, которые сейчас дам, будут очень важными. И те моменты, которые мы рассмотрим, я не видел, чтобы еще кто-то рассматривал. На самом деле вокруг этого снаряда крутятся какие-то непонятные утверждения, которым все пытаются следовать. Но если так чисто подумать, логически порассуждать, на самом деле не все всегда так, как говорят. Итак, давайте очень два важных момента, с которых я хочу начать. Это безопасность, что делать нельзя. Давайте запомним, мы не проваливаемся вот так вниз. Никогда не висим на своих плечах. Забыли об этом. Я рекомендую отжиматься максимум до параллели. Все. Здесь у нас хорошо держит грудь, хорошо включен трицепс. Опускаемся низко, но нереальная нагрузка на плечо, на сустав. Если хотите дожить до 50 с нормальными руками, лучше так не делайте. Что касается амплитуды выполнения движения. Ну, мне не нравятся фразы «я рекомендую» и фраза про то, что если хотите дожить до 50, это уж очень-очень нагнетает атмосферу. Но действительно, если мы посмотрим на отжимания на брусьях с точки зрения биомеханики этого упражнения, с точки зрения анатомии плечевого сустава, то, когда вы опускаетесь максимально глубоко вниз, действительно плечо оказывается не в самом естественном положении. При этом оно испытывает нагрузку всего вашего тела. Ну, половину, если бы. Половина каждое плечо. Это очень большая нагрузка. Травмоопасно это? Да, конечно, это гораздо более травмоопасно, чем отжимания в амплитуде до того момента, когда ваше плечо будет параллельно земле. При этом, чем ниже вы опускаетесь, естественно, тем больше будет амплитуда, тем будет более интенсивное, более тяжелое упражнение, больше стресса для мышц, больше результативность. Таким образом, мы оказываемся с весами, где на одной стороне у нас травмоопасность, на другой результативность. В данном случае я соглашусь с биомашин, что не вижу смысла опускаться ниже 90 градусов. Травмоопасность просто не добавляет результативности. Если вам нужно сделать упражнение более тяжелым, вы можете, например, взять жилет-утяжелитель или взять дополнительный вес в виде пояса и делать то же самое амплитуде, в гораздо более безопасной амплитуде до 90 градусов, но при этом с дополнительным весом. Вы получаете дополнительную нагрузку, но не получаете дополнительную травмоопасность. Следующее. Вверху. Ну, я думаю, все это знают. Вот так не нужно делать. Полностью не выпрямляем. Оставляем руки немножечко, локтевой сустав немножечко в согнутом положении. Все. Это две основные фишки, которые сохранят ваше здоровье. Распрямление локтей в верхней части. Да, да, я тоже с ним соглашусь. Действительно, более безопасно будет не распрямлять сустав до конца, а оставлять его немножко согнутым. Кроме того, это будет и более сложно, потому что мышца будет все время в напряжении. Когда вы полностью выпрямляете сустав и встаете фактически на локтевом суставе, стоите на брусьях, то трицепс и грудные могут отдохнуть, потому что вы просто стоите на суставе. Именно на этом трюке и строится техника, с помощью которой люди отжимаются 100 раз на брусьях, 200 раз на брусьях, 300 раз на брусьях и так далее. Потому что фактически, когда вы стоите на ногах, на прямых вы можете сколько угодно долго стоять. Когда вы научились стоять на суставе, на руках, вы тоже можете стоять практически сколько угодно долго. Полезно это? Нет. Эффективно это с точки зрения нагрузки? Опять же, нет, потому что мышцы в этот момент отдыхают. Единственное, для чего это может быть, это для, например, соревнований, для того, чтобы техника засчиталась, потому что кто-то недораспрямил чуть-чуть, кто-то чуть больше, а вот когда все должны строго выпрямить руку полностью, то здесь однозначно. Но мы-то с вами тренируемся не для соревнований, мы тренируемся для самих себя, для своего здоровья. И здесь биомашин говорит все абсолютно верно. Не нужно распрямлять руки до конца. Плюс, вешать вес здесь я не рекомендую. Чисто мое мнение. Очень многие люди это делают, и ничего, как бы живо-здорово, но им пока по 25, по 35, по 40 лет. Что будет дальше, не совсем понятно. Плюс, генетика у всех абсолютно разная. Я, допустим, практически никогда веса не вешал, но уже сейчас у меня проблемы с локтями, с плечами и с кистями. А может, если бы биомашин вешал бы веса, то у него не было бы проблем? Да, он оговорился, что это его личная рекомендация, и поэтому я не буду особо ее обсуждать. Просто замечу, что я не люблю саму фразу, моя личная рекомендация, мое мнение по моему опыту. Все эти фразы мне не нравятся. Есть научный подход, есть научная точка зрения, общепринятое, есть исследования. Биомеханика, человек, анатомия, это не нейрофизиология, это не атомная квантовая механика, не ядерная физика. Поэтому здесь все уже давно известно. И в данном случае дополнительная нагрузка ничего, кроме дополнительной нагрузки, не создает. Опять же, если вы делаете в безопасной достаточно амплитуде. Хотя само отжимание на брусьях, оно как движение не очень естественное. В реальной жизни вы нигде вот этого движения не встретите. Хотя, возможно, у меня просто фантазии не хватает. Единственное, до чего я додумался, до аналогии, это вот если вылезать из танка. Вот надо вылезти из танка или из люка там откуда-нибудь. Вот тогда вам пригодится вот это вот выжимание. Больше я никаких аналогий придумать не смог, если вдруг вы их знаете, если вдруг в реальной жизни вы сталкивались с этим, то напишите в комментариях. Напишите в комментариях, и я что-то для себя новое открою. Но пока могу сказать, что это не естественное движение. То есть подумайте хорошенько. Возможно, вам не повезло с генетикой в этих частях тела, и вы сможете себя действительно угробить здесь, вешая на себя больше 10 килограмм. 10 еще приемлемо, выше я вообще не советую. То есть на прогрессе это сильно на ваше. Мне скажется, а вот здоровье пока лечить не может. 10 килограмм это вообще не вес, если вы его повесите, и вы достаточно подготовленный вы его даже не почувствуете. Вот эта вот плашка с подписью о том, что можно увеличить с помощью нейромышечной связи нагрузку до 50%. Откуда? Биомашин. Вот чем мне он не нравится, чем мне не нравится биомашин, это своими очень громкими, но абсолютно ничем не подкрепленными заявлениями. У него есть очень много роликов, где он делает очень громкие заявления, но при этом не дает никаких источников, не дает никаких ссылок на информацию, откуда он это вообще берет. Вот до 50% откуда эта цифра. Если бы можно было просто силой мысли увеличить на 50% нагрузку, люди бы этим занимались. А они вместо этого зачем-то вешают дополнительный вес, увеличивают интенсивность, увеличивают сложность упражнений. И, собственно говоря, я думаю, что скорее здесь он ошибается, чем люди. Но опять же, если вдруг биомашин, ты смотришь мой ролик, вдруг тебя подкинула рекомендация Ютуба, пожалуйста, скинь ссылки. Если кто-нибудь другой наткнулся на источники, пожалуйста, скиньте ссылки. Пока что же я могу сказать, что дополнительный вес в этом упражнении можно использовать. 10 кг это сложно назвать дополнительным весом для такого тяжелого упражнения, если только вы не совсем новичок. А новичкам не надо подходить на брусья, но смотрим дальше. Следующая фишка, которую бы хотел посоветовать. Грудь подайте вперед. Хорошая тема. Когда отжимаетесь, плечи чуть-чуть назад отведите. И вот так. Ну, это просто снимет нагрузку с ваших плеч, и вы лучше сконцентрируетесь на грудных. Да, действительно. Если у вас плечи будут впереди, то передние дельты будут забирать часть нагрузки. Именно так я их чуть-чуть и подкачал, потому что у меня была плохая техника. Никто с мне не объяснял. Тогда не было биомашин с его роликами. И, соответственно, у меня плечи были впереди. Они брали часть нагрузки и прокачивались. Если вы хотите качать грудь, то, естественно, она должна быть впереди. Плечи должны быть сзади. Эти касаются и отжиманий на брусьях. Эти касаются и отжимания от пола тоже. Это правильный, правильный абсолютно совет. Насчет трицепса. Да, на него тоже можно давать нагрузку. Просто тело более прямое. Если, когда мы качаем грудь, нужно попку назад отвести. Вот вы висите прямо, да? Таз назад отвели, плечи увели назад. Вот так. И вот так два положения. Сделайте вот так. И таз отвели. И все. Грудь работает шикарно. Насчет трицепса. Просто прямые. Прямым. Висим практически. И работаем. То есть здесь нужно, чтобы трицепс... Ну, угол создавал не очень хороший. Вот туда уходил. Чем он сильнее будет ходить, тем будет лучше нагрузка на трицепс. Но подумайте о ваших локтях. Стоит ли вообще это делать? Если вы себя комфортно, максимально комфортно чувствуете в этом движении, делаете. Я, допустим, ну, мне неприятно в локтях. Я не делаю. То есть есть другие, более эффективные методы тренировать трицепс, нежели этот. И я опять с ним соглашусь. Ну, во-первых, что касается того, как сместить акцент на грудь, тут дело не в подъеме задницы. Тут дело в том, что вам нужно сделать корпус, а именно вот грудные мышцы, параллельны земле. Потому что в таком положении вы сможете сильнее отвести плечо. Это будет более естественное положение, так же, как при отжиманиях от пола. Но при этом, поскольку ваши ноги находятся на весу, соответственно, вес, который надо толкать вашим грудным мышцам будет больше, и нагрузка будет больше, чем в отжиманиях. Но вот эта вот фишка с подниманием задницы, она важна именно для того, чтобы корпус сделать горизонтальным. Чем более горизонтальный корпус, чем более он параллельный земле, тем лучше. При этом, если вы, конечно, искривитесь как-нибудь, не поднимая задницу, это тоже возможно. Но дело, дело не в заднице. Дело именно в корпусе. Дело именно в том, чтобы грудные стали параллельны земле. И, соответственно, когда вы опускались, здесь был правильный, правильный угол. Что касается трицепса, опять же, я абсолютно с ним согласен. Парень говорит все очень правильно. Отжимания на брусьях – это не лучшее упражнение для трицепса. Для трицепса есть одно лучшее упражнение. У меня уже было на канале отдельное видео. Если вы хотите трицепс, делайте его, и будет вам счастье. Делать брусья для трицепса, помимо того, что это не самый эффективный вариант, он еще и очень травмоопасный. Потому что, действительно, чтобы была высокая нагрузка, нужно делать острый угол в локте, неестественный, либо делать больше повторений, либо дополнительный вес вешать. В общем, это не вариант. Есть лучшее упражнение. Зачем выбирать не самое подходящее упражнение и пытаться с его помощью накачать мышцу, когда для нее есть лучший вариант? Непонятно. Но, тем не менее, многие считают, что можно на грудь делать брусья, на трицепс делать брусья. Дальше. Теперь немного о распространенных, ну, не заблуждениях, не совсем обязательно так делать, я бы так сказал. Типа широкие брусья на вашу грудь, а узкие на трицепс или непонятно вообще на что. Чем шире, тем лучше качается грудь. Не согласен. То есть поставьте руку широко. Вот она широкая постановка. Поджимайтесь, пропальпируйте грудную. Что вы чувствуете, да? Напряжение очень слабое, довольно-таки слабое, по сравнению вот с этим, мать его. Вот сюда руку привели. Почувствуйте, потрогайте. Гораздо лучшее сокращение. У груди пиковое сокращение будет только вот здесь. Ее функция приводить. Чем уже, тем, по сути, лучше. Но здесь еще важно ощущение. Если вы не чувствуете грудные вот на таких брусьях, ну тогда делайте широкие, если там вам лучше чувствуется. Что касается грудных мышц. Он правильно говорит, что функция грудной мышцы – это отведение плеча приведения. Только приведение в пиковую нагрузку у него будет не вот здесь, а когда она перейдет за среднюю линию тела. И, собственно, вы тоже можете проверить это сами. Отвели плечо назад, привели вперед, вот как он показывает, действительно нагружать. А потом привели, вот завели за среднюю линию и посмотрели, насколько сильнее в этом случае нагружается грудная. Именно по этой причине использовать гимнастические кольца гораздо, гораздо эффективнее, чем пытаться отжиматься на брусьях, потому что вы на кольцах можете начать движение с максимального отведения плеча назад, а закончить его с скрещением вплоть до скрещивания рук и, соответственно, сведение таким образом, чтобы пересечь среднюю линию тела и дать максимальную нагрузку. На брусьях этого сделать нельзя. При этом широкие брусья позволят вам изначально отвести сильно плечо назад, но не позволят свести руки вместе в конечной точке. Узкие позволят в конечной точке довольно сильно свести руки, но не позволят вначально сильно отвести плечо назад. Таким образом, у нас опять возникают те же самые веса. Таким образом, эффективность упражнения будет очень индивидуальна. Постарайтесь найти те брусья, на которых вы будете чувствовать именно работу груди. Можно отжиматься не только на брусьях, можно отжиматься на столбах, к которым эти брусья крутятся, к которым эти брусья крепятся, столбы чуть пошире, плюс возможность руки совсем по-разному ставить, не только стандартным хватом. Может быть, вы сможете найти именно ту ширину, которая будет вам максимально комфортной. Скажу по себе, мне далеко не на всех брусьях нравится отжиматься, и далеко не на всех брусьях я чувствую, что у меня работает именно грудная, как, например, я делаю в отжиманиях от пола, где я действительно чувствую, как грудная работает. Пара фишек, чтобы грудь почувствовать именно здесь. Ну, первое, ребят, ну, понятно, плечи назад. Второе, ниже 90 лучше не стоит себе ронять. Ну и третье, это таз назад. Все. Я грудь здесь чувствую лучше, чем где-либо. И наверху советую немножечко лопатки подавать вперед. Вот это, да, извините. Чтобы малую грудную подключать. Ничего не могу сказать по поводу лопаток и малой грудной. Никогда не задумывался на эту тему. Надо погуглить, что там с анатомией, как лопатка связана с малой грудной. Как-то, наверное, связана. Не могу ничего сказать, буду рад. Если кто в комментариях напишет или скинет ролики на анатомию, на биомеханику, как это работает, будем развиваться вместе. Положение рук. Очень ноги отжимаются вот так. Да, шикарно. Грудь будет лучше работать, потому что мы еще больше биомеханически как бы соответствуем ее природе. Но угол локтей бешеный. Если хотите здоровья, безопасности, не делайте. То есть самый оптимальный вариант это вот где-то здесь посередине. Вот здесь, что бы я ни делал, я не изменю угол локтей. Отведя руку чуть назад, я могу это варьировать, да, положениями своего тела. Я не рекомендую вообще угол острый делать на брусьях. Вес огромный. Свой собственный вес вы тянете на руках. Плюс еще кто-то повешает. Это будет вообще бомба. Убийство нахрен. Поэтому, ребят, расслабьтесь. Вот этот ваш угол, он сильно вам ничего не даст. Тренировать грудные, в таком случае, да, я рекомендую вообще вот здесь. То есть вот так просто встали и поработали. Здесь тоже руки. Руки как раз таки так. Но здесь безопаснее. Здесь мы можем играть с углом. То есть думаем. Действительно, хотя вот такое вот движение будет лучше задействовать грудные, но с точки зрения плечевого сустава это будет ужасно. Да, так же, как и в отжиманиях от пола, вот такое вот движение, когда у вас руки слишком высоко, это очень большая нагрузка на плечевой сустав. И очень быстрый путь к возможному получению травмы. Поэтому я согласен, не стоит это рекомендовать. Что касается в качестве альтернативы отжимания от перекладины, очень-очень сомнительно, потому что, с одной стороны, амплитуда совсем не та, да, вы не сможете нормально, опять же, из-за плечей опуститься вниз для того, чтобы дать нагрузку. Во-вторых, само это положение не очень удачное. Кому-то подойдет, но для большинства людей это не та нагрузка, не то упражнение, которое может заменить отжимания на брусьях, то есть вместо этого гораздо лучше, например, делать отжимания от пола. Отжимания от пола, отжимания от пола на упорах с большей амплитудой, отжимания от пола в жилете с дополнительным весом для доп. нагрузки и так далее. Отжимания от перекладины бестолковая альтернатива, честно говоря. Следующее, поднимание задницы. Да, многие говорят, типа вот так, поднял и пошел работать. Не совсем согласен, потому что, ну смотрите, поднимая корпус, мы практически в тупую имитируем тот же жим штанги лежа, те же отжимания от пола. То есть мы делаем тело свое параллельно полу. Я думаю, что это не совсем нужно делать. В этом и весь смысл, честно говоря. В этом и весь смысл. Потому что, когда тело параллельно полу, у тебя больше нагрузка идет на грудные. Потому что брусья, ну это самая шикарная вещь, чтобы качать низ грудный. Вот эту вот прорисовочку, нижний сегмент. То есть по биомеханике, вот оно идет, движение параллельно волокнам. Зачем из него превращать абракадабру? Если вы планш тренируете, да, может быть. А для накачки грудных я рекомендую брусья использовать ну только вот в такой манере. Вот. Также можно ножки немножко вперед вывести. Вот. Кому как удобно. Если нижние грудные, то действительно да, ноги у тебя получаются ниже, чем руки, и ты будешь акцент делать на нижнюю часть грудных. Но если ты хочешь дать большую нагрузку на не только нижнюю, но и среднюю часть, то для этого, собственно, корпусы поднимают. Корпус делал теперь параллельно земле. И, соответственно, нагрузка становится больше. Что касается волокон. Параллельно волокнам. Это он что-то такое вообще сказал. Параллельно. Нагрузка должна быть перпендикулярна волокну. Здесь она параллельна, то ты даже его не сделаешь. Вот у тебя волокно крепится, допустим. Здесь у тебя, допустим, в этой руке у тебя будет кроссовер. И вот у тебя перпендикулярно волокну, вот ты его сводишь. Может, он имел в виду вдоль волокна. Не параллельно, а вдоль. Чтобы нагрузка шла вдоль, но перпендикулярно. Нагрузка перпендикулярна, соответственно, что у нас там? Синус равен единице, нагрузка максимальная. Но при этом она идет вдоль волокна, и, соответственно, нагружается именно эта мышца. И то же самое у нас будет, получается, с, допустим, отжиманиями от пола. Вот мы сводим, разводим, вот она перпендикулярная нагрузка. Да, мне кажется, правильно сказать следующее. Нагрузка должна быть перпендикулярна. И это у нас из ньютоновской механики, потому что при перпендикулярной нагрузке у нас синус угла будет единица. А сама нагрузка должна идти вдоль, вдоль линии волокна. Вот. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы поняли, что я сказал. И отдельно напишите в комментариях, если я сказал правильно, потому что я сейчас пытаюсь на ходу понять это все. Вот что значит писать видео без подготовки, да? Это вот реальная реакция на видос, поэтому я не готовился. Вот. Но кажется, кажется, мне кажется, я сказал все правильно. Нагрузка перпендикулярна и вдоль волокна. Соответственно, как раз, когда ты делаешь корпус параллельно земле на брусьях, то у тебя плечо будет отводиться перпендикулярно, но вдоль волокна. Да, да. Вроде бы я сказал все правильно. Вот этим как раз и объясняется, почему эффективнее для грудных. А мышцы снизу, они крепятся по-другому, соответственно, для них надо скатать сверху вниз. Но нагрузка тоже перпендикулярна. Выведение ног вперед преследует ровно ту же самую цель. Вы выводите ноги вперед, он становится легче поднять задницу, соответственно, становится легче наклонить корпус и сделать его более параллельным земле. Вот и все. Только для этой цели. В общем-то и все. То есть я накидал каких-то разных фишек, решил все в одно видео объединить, я бы мог сделать из этого 10 разных. Первое, широкие или узкие брусья, второе, там, не убивай свои локти и плеч. Но, блин, я стараюсь экономить ваше время. Вместо того, чтобы делать 5 роликов, на которых вы потратите, на просмотры которых потратите месяц, наверное, пока они будут выходить. А здесь все сразу поняли, выяснили и начали применять. Удачи вам в трениях, парни. Самое главное, не зацикливайтесь, не лезьте слишком высоко, не хватайте больших веса. Будь аккуратны, занимайтесь с удовольствием, все обязательно получится. Все, подписывайтесь, и если понравилось, уж решили подписаться, ребят, ну, поставьте, пожалуйста, прям просьба, оповещение, об уведомления, чтобы нам не потеряться. Многие люди подписываются, но потом мой маленький, еще не развитый канал просто теряется в их подписках, и вы мое видео просто не увидите. А впереди еще очень много интересного и полезного. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok и будут оригинальные видео, где мы также будем использовать научный подход для того, чтобы сделать тренировки более эффективными, чтобы они занимали вас как можно меньше времени, потому что никому не нравится заниматься на площадке. Всем нравится, получает результат. Поэтому, если мы можем сделать ваши тренировки эффективнее, мы будем стараться это сделать. Что касается впечатлений о самом ролике, естественно, это видео намного, это видео намного, намного, намного лучше, чем ролик про Эктоморфу. В нем гораздо больше смысла, гораздо больше действительно полезной, дельной информации, не без особенностей. Здесь, кстати, гораздо меньше воды, прям, если там был целый океан, здесь всего лишь небольшой бассейнчик, бассейнчик, детский, детский такой бассейн. Конечно, есть много какой информации, которую он говорит просто от себя. Опять есть его любимые громкие заявления, которые ничем не подкреплены. Хотел бы услышать подкреплений. Но в целом ролик неплохой. Почему к нему додолбался Шреддер, не могу сказать. Нет, там про не дожить до 50, да, есть такие заявления, но сказать не могу, поэтому в ближайшее время я сделаю разбор, разбор на видео Шреддеров, в котором он критикует вот этот ролик и посмотрю, чем, внимательно посмотрю, чем действительно Шреддеру это все не понравилось, какие Шреддер дает контр-аргументы. Из-за того, что я видел там все очень несерьезно. Вот, и, соответственно, уже вы это сами все увидите и сможете сделать взвешенные, принять взвешенные решения, сделать взвешенные выводы о том, кто же, кто же прав, биомашин или Шреддер. В любом случае, как я уже говорил, новичкам я советую держаться от брусьев подальше, людям с уровнем, которые понимают опасность, понимают результат, который могут достичь. Можно делать брусья, почему нет? Тут, скорее, как еще, аналоги можно привести, как с Северестом, да, есть огромное количество людей, которые поднимались на Эверест, возвращались, и с ними все в порядке, но никто из них не скажет вам, что это безопасно, потому что склоны Эвереста, они усеяны, они... Ребят, давайте не кричать! Потому что склоны Эвереста, они просто усеяны трупами тех, кто тоже подумал, что он может подняться, вернуться, и ничего с ним не будет. Поэтому то, что кто-то не поломался, это не значит, что упражнение безопасно, да, с точки зрения биомеханики для плечей оно травмоопасно. Это надо понимать. А в остальном тренируйтесь, прогрессируйте, берегите себя, и увидимся в следующих роликах. С вами был Антон, канал Street Workout. Пока!